Кто-то еще подтянется, да. Вот. Значит, сегодня такой, получается, первый сольник у меня. Неделю назад еще я думал, что я буду играть один. Но так получилось, что вот, я не один. У меня ребятки поддержат талантливые. Ксюша на клавишах музыкант. Ну, Андрюха Кораблев, я думаю, в особом представлении вообще не нуждается. Вот. На самом деле, то, что ребята пошли мне навстречу, вот, как в плане, вот, ну, и, понятное дело, человеческой поддержки и творческой поддержки, это, на самом деле, я считаю, это чудо. Вот. Потому что, как я говорю, мои песни, они настолько простые, что вряд ли кто-то их сможет играть, кроме меня. Ну, вот, нашлись люди, которые решились. Дрюха, что такое? Ё-моё. Так, ладно, пока Андрюха ищет телефон. В общем, я ребятам благодарен безберно, что они сегодня со мной, то, что вы со мной. Вот. Сегодня немножко такой необычный концерт. Зачем с того, что он, 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 андеграундный? Нет, Дмитрий, можно подключить будет, если надо. Слушай, подождите, Андрюха, может, там, может. Короче, это... Я вообще хотел подключить через это вот. Он не про... он андеграундный не потому, что я вот решил вот поиграть вот в этот формат, да? Он андеграундный по, как минимум, по двум причинам. Первая причина, потому что он в натуре такой, ибо мы сидим сейчас в подваре. Сделаем, как минимум. Вот. Нет, могу уже. Скажем так, под мейнстримом. И вторая причина, это то, что те песни, которые сегодня прозвучат, во-первых, они писались вперёд... Вот именно конкретно вот эта программа писалась, если взять промежутки, с... с тринадцатого года и по сегодняшний день включительно. И писать... писались они всегда исключительно... по принципу такому, что не солги. Как бы мне было неудобно, там, затрагивать какие темы, как бы... как бы я, допустим, не приходил к люду, что некоторые песни могут меня, так скажем, привести не очень благоприятные обстоятельства, и могут ко мне быть вопросы... у наших, там, всяких органов и так далее, вот. Как бы там люди бы не кривились на эти песни, я это всё уже заведомо знал, то, что есть вещи, на которые люди будут обижаться, потому что это правда. Вот. И там в некоторых вещах правда не щепкает глаз, а бревном, например. Вот. И ещё вот этот принцип не солги. Не солги, в первую очередь, к самому себе. То есть, естественно, я по этой логике и пришёл к этому направлению. То есть антеграундная музыка, там, постгранш её можно назвать, вот Андрюха сказал, что это авангард, например. То есть, можно всякими разными словами это называть, но суть одна. Максимальная непривязка к какому-либо формату, к какому-либо обслуживанию чьих-то вкусов. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вот все вот вы, люди здесь сейчас, которые находитесь, то есть вы пришли сюда не потому, что на вас была оказана какая-то массовая пиар-компания, там, плакаты на высоту в это здание, там, и так далее. То есть, или, допустим, из всех, там, утюков, там, я не знаю, из телевизоров, да, то есть 25-м кадром, я не знаю, там. Не потому что, а потому что я просто, просто поделился с вами, в первую очередь, со своими друзьями, что вот будет такое мероприятие. Вот. И просто сделал символичный пост в ВК. Вот. Если вы сюда пришли, значит, какой-то смысл вы для себя, возможно, ну, найдете, может быть, уже есть этот смысл для вас. То есть, все здесь происходящее, даже если бы пришел один человек сюда, даже один человек, все бы прошло для одного человека. Ровным счетом, как если бы сюда бы сейчас грянула вот такая толпа, там, я не знаю, неважно, какого вероисповедания, каких культур, да, просто по приколу. Даже если бы сюда пришли люди, которым просто надоела вся та синтетическая дичь, которые нас кормят на протяжении уже, как, ну, на моей память, уже последние 15 лет старательно кормят. Вот. Просто люди, которые захотели сказать «нет», «нет» всей этой фальши, которые прекрасно понимают, что то, что нам показывают по телевизору, мы выходим из дома, мы видим совершенно другие вещи. И нас уже никакой пропагандой не прозомбировать, никакими технологиями, ничем нас не купишь уже, никакой колбасой, никакой нефтью, никакими курсами, баррелями, запаррелями и так далее. То есть, вот, мы прекрасно понимаем, что мы видим эту реальность, мы ее чувствуем. И мы ее... Кто, как может, в пределах своих сил, мы отстаиваем ее? То есть, вы здесь, потому что вы так или иначе отстаиваете правду, свою индивидуальную правду. Вот. Я здесь, потому что я тоже отстаиваю эту правду, свою правду и правду своих друзей, своих товарищей. У меня есть песни, которые, например, очень завуалированы, завуалированы и косвенно отражают позицию моих друзей. Да, Андрюха, не надо, не надо меня туда заталкивать. Да. Вот. То есть, я здесь, чтобы просто поделиться с вами своим опытом. Я думаю, что так или иначе вы найдете для себя смысл потраченного сегодня здесь времени. Вот. Как минимум, я вам просто благодарен, что вы здесь, что вы меня поддержали. Вот. Может быть, это будет круто, может быть, это будет интересно, может быть, это никак не будет. Я не знаю. Я знаю только одно, что все, что здесь будет происходить, будет происходить максимально искренне, несмотря ни на какие технические там может быть, там несостыковки, там аппарат, не аппарат, там вот. Все, что вы здесь услышите, будет максимально искренне, потому что в противном случае я бы здесь был, я бы не находился. Это борьба. Это наш митинг. Вот что здесь происходит. Это наш митинг за правду. Вот. Ну, и как вы, наверное, заметили, еще это не просто концерт, это еще и выставка. Там в коридоре висят мои картины тоже разных лет. Я сейчас не занимаюсь живописью, это просто дань прошлого, уважение прошлого. Вот. Я вписал в посте, что картины эти, они выставлены на продажу. Ну, как продажа? Маленькие картины – 100 рублей. 100 рублей. Большие картины – там 4, 200 рублей одна картина. То есть, можно сказать, что это мега-мега просто символично. Так как я никакой не барыга, так как я не эксплуатирую искусство в целях заработать, я вам скажу напрямую. Все средства, которые вы либо закинете в коробку, либо вы приобретете картину, просто если даже по приколу вам какая-то понравится, вы захотите у себя в гараже повесить или еще что-нибудь, или там, я не знаю, просто, чтобы она у вас была. Естественно, я оставлю свою подпись, дату сегодняшнюю. Все средства пойдут буквально на то, чтобы я оставался на ногах. То есть, это лекарственные средства, ну и на покушать. Собственно, все. Песни о нас, которые сегодня прозвучат, так или иначе. Вот. Приготовьтесь, как было в одном фильме. Не, я не буду, я не буду ворвать эту фразу. Короче, будет просто громко. Просто будет громко и поправнее. А, давайте так. Песен дофига, скажем так. Мы сделаем небольшой перерыв. Десять песен исполнили, сделаем небольшой перерыв на десять минут. Песня, когда ты не знаешь. С нее, собственно, все и началось в 2014 году. Ты не знаешь, куда идти, И что будет завтра, Какое оно вчера, Уже не важно. Ты как будто не с этой планеты. И все дружно намекают на это. Быть или касаться Нет ответа. Любить или эти ладки скитаться И быть твои Правые левые Слетать Непросто Да сложнее упасть, Чтоб подняться И увидеть, Кто рядом с тобой В этот миг остался. Не хочешь кричать? Обойдутся От счастья Ты прав, Но из-за Ужидался Твоя Жизнь Ничем Не лучше, Но И ты Имеешь право На счастье Ты Имеешь право На счастье 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 За то За то все О чем я говорил выше Ну За любовь В частности Вот Песня называется Не храни молчание Имеешь право Имеешь право Все, что скажешь Может быть использован Против тебя Но не молчи Мудрая статуя Скажи, как больно Видеть чужие улыбки Когда твоя жизнь Одни закрытые двери Расскажи, как однажды Разложил все вяною На грубые рифмы И ума заключила Что ангелы Демоны Одна рулетка Не бойся Пусть я услышу твой голос Противна Истины Выходи я Из мэйстрима Где крутят одну пластинку Само обмана Знай, ты прав Если смеются В спину Это истерика Истерика Думаете, что поняли Жизнь Говорили Правду Только Правду Ничего Кроме Правды Какой Смысл Окунать Чертные Фигуры Сделаю Краску Кошка Кошка Мяукает Собака Воет Кукушка Не знает Ответа На глупый вопрос Птицы поют У них Брачный Сезон А твое молчание Никому не нужно Да Слепом он глаза Но зорчая душа Это карусель По разбитым Лестницам Оставим следа Да Прольется На нашу Общую боль Истинный Свет Не храни Молчание 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 Не храни Не храни Не храни Молчание Не храни Не храни, молчание, не храни, молчание, не храни, молчание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Годами, они проверялись, скажем так, проверялись временем, пространством. Очень многое из того, что было написано, я сам лично забраковал, потому что я когда побывал в некоторых ситуациях, на своей шкуре испытал это все, потом сопоставил то, что я там в некоторых песенках пел. Я понял просто, что это была ложь, потому что я там пел. Это было, как я называю, обслуживание формата, ну просто, знаете, детский сад. Вот, и я стал их отметать. Там были классные песни, кстати. Если их немножко было бы так вот аранжировать, припопсовать, они были классные. Можно было бы и слуху положить, и диджат даже на них заработать. Но я оно все это положил. Вот. Не для того мы, ребята, на этой земле. Не для того. Неореализм. А давайте я подниму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девящее лицо отражается в окне автобуса. Безумно прекрасное на фоне искореженных видов, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Осторожно, двери почти открыты. Осторожно, двери почти открыты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бросают все Бросают все Субтитры создавал DimaTorzok Далеко 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 madро Далеко DimaTorzok Далеко Далеко Д life к Faul Я не знаю. Я бы сказал, что вот эта самая попсовая песня, Сергей, что-то у меня в списке. Попсовая в том смысле, что там, несмотря на то, что... Да, ты до сих пор видишь, что вокруг тебя происходит не очень все хорошее, да, но ты при этом выгрызаешь свет, выгрызаешь красоту. А если ты ее не можешь найти, ты начинаешь создавать эту красоту. Вот, если ты не можешь найти в ком-то пример света, да, позитива, созидания, ты сам начинаешь быть этим примером. Вот короче, вот такая метаморфозная песня, ты вроде сначала начинаешь что-то наблюдать, наблюдать, искать, искать, не находишь, а потом понимаешь, что... Ты, ты можешь, ты можешь быть этим восходом, ты можешь быть этим светом. Вот. Это не спойлер. Это, знаете, то, что я думаю о своих песнях, это лишь одна из версий. Вот. У слушателей и услышателей может быть гораздо точнее версия происходящего. Я не знаю, как вы ее интерпретируете. Вот. Я просто поделился с вами своим мнением по поводу этой вещи. Понимаешь, скpeito по поводу этой вещи. Помогите. Прошу прощения, Андрюк, а ты можешь чуть-чуть клавиш не давить? Она тихо делает, да? Понял. Субтитры создавал DimaTorzok Над нами восходом румянится оранжевый, Переходящий в прохладно-голубую вечность. Где-то рядом, позади диагональные следы, В поисках истины у одинокого фонаря. Мотыльковые круги наши круги. Мотыльковые круги наши круги. Гресса пыхтельного завода, серо-бура, Это зеленые сотки, сумрачный горизонт. Поднимите взор, и когда так значит потом? Над нами восходом, скоро солнце все зальет. И радиоактивные дожди виртуальные. Слезы и мгновенья подожди, это все, что осталось здесь. Слезы и мгновенья подожди, это все, что осталось здесь. Слезы и мгновенья подожди, это все, что осталось здесь.